Любопытно, что современные лиги по Доте складываются таким образом, что ты в один день посмотрел матч между двумя последними местами группового этапа, и уже практически на следующий день это могут быть абсолютно другие команды, и ты снова смотришь матч между двумя последними местами, которыми на данный момент являются и Юники, и Хан. И вот если у Хана в положении достаточно плачевно, и выбраться из него у них шансов мало, то Юники еще на многое могут рассчитывать. У них там, по-моему, еще 4 best of 3 не сыграно, считая в том числе эту серию, которую они играют сейчас. Но я с вами не о Доте хотел поговорить, коллеги, а о Доте немножко подустал. Я хотел поговорить о ситуации, которая тут на параллельном турнире у нас сложилась. В курсе вы, что там с Ninjas in Pyjamas произошло на Бирмингеме? Ребята недовольны, знаете, по какому поводу? Потому что они не вышли ни с какого места после групповой этапа? Да-да, там история в том, что у 4 команд равный счет по best of 3 сериям, и они заняли 4 место, потому что оператор турнирный посчитал, что надо смотреть по личным встречам команд, а не по количеству выигранных карт. И вот ребята начали бугуртить. Так как нас это тоже может коснуться, у нас может сложиться положение, когда одна команда и другая совпадают по счету, но при этом одна выйдет, а другая нет. Мне интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Во-первых, Митяй, ну вот коль скоро ты в курсе, давай с тобой начнем, а Димон потом подхватит. Обосновано ли негодование игроков НИП по этому поводу, как считаешь? Я думаю, что нет. Почему? Я, например, турнирный оператор, я делаю турнир, в котором расписываю, что у нас вот такие-то правила распределения команд по слотам в случае равенства очков, например. И некоторые случаи доходят от того, что у тебя там до пяти строчек формата личные встречи, тайм-рейтинг, что угодно может быть. Команды, участвованные в турнире, подписываются соблюдать данный регламент. По данному регламенту НИП вылетают, все, дорожка, отдыхайте. Не хотите с такими правилами играть, но не играйте. Типа надо было правила читать, а сейчас уже не возникаете, да? Надо было сразу правила читать до того, как начинали турнир, и уже не возникать после этого. Я про то, что если правильно, на том же турнире была история, допустим, что у дурача был минус интернет, он вылетел, и кого не позволили доигрывать 4-5, хотя они хотели. Поэтому тоже это было в условиях регламента, в правилах, и они тоже завалили, и тоже все окей. Дим, когда в ситуациях, когда не играются тайбрейкеры между командами с равным счетом, как считаешь, вот с соревновательной точки зрения, какая система наиболее правильна, по какому принципу надо дальше команды пропускать, если они находятся в равном положении? Лично-личные встречи, и если так получается, что там по личным встречам все обыграли всех, там, условно говоря, НИПы обыграли каких-нибудь Сикретов, Сикреты обыграли Нигма, Нигма обыграла НИПов, то в этом случае нужно смотреть на таймрейтинг. Хотелось бы, конечно, чтобы всегда потом решалось подобной переигровкой, где они заново играют друг с другом, но в этом случае мы уже не раз попадали в ситуацию, когда подобные переигровки можно играть до бесконечности. Поэтому, чтобы такого не было, лучше сразу брать личные встречи и таймрейтинг. Вот просто смотри, в некоторых случаях еще берется более продвинутая система таймрейтинга, в которых вместо таймрейтинга используется коэффициент побед против команд, которые находятся выше по списку. То есть, грубо говоря, у тебя есть какие-нибудь Сикреты, которые обыграли всех, кроме кого-то одного. И вот из этих трех команд есть одна из трех, которая обыграла Сикрета, и они получают борщов, потому что обыграли сильного соперника. Я бы сказал, что это не совсем корректно, потому что, если, например, вспомнить матч против Финстрайк, где там у виртусов бисмастер на миде бегает, то подобное можно назвать халявой, потому что команда может обыграть виртусов просто потому, что они там решили потестить бисмастера в миде и Enigma сложные именно в одном пике. Поэтому это, возможно, в будущем будет иметь хорошие перспективы, но пока это под вопросом. Ну, тут просто еще вот какой момент интересен. Все эти различные системы, различные принципы, по которым пропускают команды дальше, они очень разные вещи затрагивают, но их можно условно на два лагеря разделить. Одни смотрят соревновательную сторону, кто выиграл, кто проиграл, а другие апеллируют каким-то внутриигровым нюансом. Вот, например, длительность матча. У меня есть мнение, что вполне возможно, что вот так по длительности матча команды оценивать некорректно, потому что, находясь на позиции профессионального игрока на турнире, ты заинтересован, получаешься в том, чтобы заканчивать игры быстро. А это просто один из вариантов развития событий. Ты можешь любить играть в долгую доту, и в этом как бы нет ничего плохого. Но при этом существует система, при которой поощряются команды, которые вот играют быстрее, чем остальные, и поэтому этот таймрейтинг как раз будет пропускать их дальше. Митяй, ну, это нормальная система, как считаешь, моя позиция? Таймрейтинг, да, правильная твоя позиция, что именно вот, исходя из того, что это будет заставлять команды играть условно быстро, на всякий случай перестраховываясь, если они не уверены в своих силах, то надо бы искать альтернативные варианты, как раз таки вот ранее предложенные примерно от OMB. А сейчас как раз таки, может, полистаю и найду. Я, если что, фонат спидранеров. Вот, я считаю, что если уж ты умеешь там побеждать, или хорошо что-либо делать, то лучше качество дополнять скоростью. Нет, спидраны это круто, я тоже на досуге развлекаюсь, но какое это отношение имеет к соревновательной доте-то? Ты можешь играть долго, можешь играть медленно, можешь быстро играть. Можешь играть хоть пять часов, знаешь, но потом тебе приходит турнирный организатор и говорит, ребята, у вас ничья. Почему? По-моему, спрашивают Альянс и кто-то еще, я не помню, кто второй был командой. По-моему, это играли Alliance против Атернлендера. Говорят, потому что у нас нет времени, и мы обязаны закончить этот матч, иначе другие команды не смогут сыграть. То есть заинтересованности в супердолгих матчах нет ни у кого. Ни у организаторов, ни у игроков. Ты можешь что угодно любить. Ты можешь любить там играть, катку бать весь по 10 часов. Но любой разумный организатор скажет тебе, пошел ты к черту с такими катками, давай по-быстрому играй, или мы придумаем правила, чтобы ты был сетевирован и играть быстрее. Если это будет разовая опция, это даст очень много зрителей, и как раз организаторы скажут, а иногда вы можете так еще делать? Нет, они, может быть, и скажут, Дмитрий, ваша теория, но пока исторический факт таков, что ребята просто одну карту засчитали как за две, и они потом пошли сразу играть третью. Ну, заинтересованности может и нет, но ведь игра сама позволяет, чтобы матч столько длился. Значит, все ок, играйте на здоровье, кто выиграл. Нет, игра позволяет все, что угодно. Я вам повторю, Дмитрий, исторический факт таков, что играли команды Alliance против, как эта команда, боже мой, а, ну, Interland, и они играли карту, которая никак не могла закончиться, и они в один момент просто поставили паузу, решили, что счет будет 1-1, и они сразу пошли играть третью. Вы можете сколько угодно рассказывать, что игра позволяет вам играть 10 часов, но я вам конкретно говорю, исторический факт, где команда, точнее, где организатор, который сидел на турнире, просто застопал игру, игра не закончилась, и если вам интересно смотреть подобные игры, Дмитрий, я не настаиваю. Если вам это нравится смотреть, на здоровье. Но для меня эта игра была абсолютно еще помойкой, поэтому я был рад тому, что она закончилась, и люди пошли сразу играть третью игру. Я, конечно, допускаю, что там и команда согласилась на такое дело. Если кто-то не согласился, они бы доиграли, скорее всего, ее до победного какого-то конца, это, во-первых. Во-вторых, я нашел небольшие правила, что, допустим, если у вас две команды, то личные встречи, если больше, чем две команды, то в первую очередь сравниваются лишние результаты между командами, которые играют в переигровках, потом разница в количестве сыгранных карт, потом уже результаты против команд, которые получили посев пониже или повыше, смотря где вы находитесь. А если есть у оператора, у турнирного, у организатора возможность сыграть матчи тайбрейкеры, всегда ли их надо играть или не обязательно вообще это делать? Если есть лишнее время, то лучше играть, потому что лишние матчи – это лишние просмотры. То есть обычно они стараются сделать чуть больше игр, если могут себе это позволить. Ну, то есть, например, иногда ты арендуешь, допустим, стадион на 4 дня, и вот ты можешь затянуть игру на сколько получается? 96 часов, да? Правильно все посчитал? Ну, вот. И следует, если у тебя неожиданно 95 прошло, и ты еще хочешь на реке устроить, то вряд ли это влезет. Да, ну вот, например, когда турнир в онлайне проводится, как сейчас на карантине, ведь ничто не мешает организатору, по сути, тайбрейкер это провести. Ну, Дмитрий, давайте так, когда-нибудь карантин закончится, и, соответственно, все эти влажные мечты, они уйдут, и мы будем играть на лане. Поэтому я думаю, актуальнее всего говорить о том, что будет на ланах, потому что в онлайне – это как бы время все. Ну, тем не менее, эта же ситуация, она имела место сейчас на онлайн-турнире в ситуации, когда действительно торопиться-то особо некуда. Если надо провести, то проводите на здоровье. Ну, да, вообще, учитывая, сколько турниров, сейчас, возможно, и есть куда торопиться, потому что я, честно говоря, уже сбился со счета, кто там что играет. Каждый день идет какой-то турнир, каждый день. И многие игроки перестают играть, потому что они говорят, ну, я устал. Многие команды, а-ля Virtus.po, говорят, мы устали, и раз уж вот так вот говорят уже игроки профессиональных команд, то у меня есть предположение, что им нет желания играть лишние матчи, там, лишние тайбрейкеты. Просто мне кажется, что в этом моменте, скорее, краски игроки виноваты, потому что вот одного ТО в целом не особо интересует, что по этому поводу думают другое ТО. И, допустим, там, париматч проводит свою лигу, и им глубоко пофигу, кто там на ESL, например, играет. И когда ESL проводят, возможно, им там глубоко пофигу, играет ли кто-то на vplay или нет. Точно так же и здесь. И команды могут соглашаться на определенные турниры, на определенные какие-то ивенты, зная, сколько придется играть, и подстаряются в расписании так, что от чего-то отказываются. То есть, допустим, условно, Virtus.pro не поехали там на ESL, условно, в ВПП не играют при матч-лигу, условно, кто-нибудь там на габиты просто отдыхают. Ну, ты понял? Поэтому, мне кажется, что тут проблема исключительно со стороны игроков, что они устают, потому что они как раз-таки являются перед ним, кто делает свое расписание. Зритель пишет душно. Ладно, пришло время открыть окно, переключиться на драфты. На самом деле, я не считаю, что душно. Мы хороший вопрос, интересный, актуальный, обсудили. И вопрос, это хорошо, просто у нас одна из самых душных трио, которая только есть. Вот, честно, мужики, без вас, вот так мирно, так прекрасно, так замечательно. Любопытно, что об этом говорит человек, без вас двоих ходит. Вот это залипание. С Кристалом, со Смайлом, там, с Вовой. Просто душевно. А вы прям как-то вот с вами по-другому все. Очень приятно слышать, Дмитрий. Спасибо, что вы цените нас. Спасибо, что вы отделяете нас от коллег и выделяете на яфоне. Это в офисном планктона в виде Смайла. С Кристалмэем. Которые сидят, им лишь бы что-то пообсуждать. Ну что, Митя, давай, выбирай. Ну что, ведущий, давай. Нет, нет, я что, я играл всегда готов. Нет, ведущий, Димон, ведущий, Димон. Просто обычно вот этот вот наш парень сидит и что-то говорит. Типа, давайте это обсудим, это обсудим доту потом, доту потом, доту потом. Я уже забыл, когда мы доту вообще обсуждали. В смысле? Я наоборот стал от доты разговоры уводить, потому что всегда предматчиваю аналитика перед второй или третьей картой. И это повторение того, что было на первой, либо еще что-то не вполне интересное. А тут актуальная новость, мы ее обсудили. Сидел на уроке, пришел домой, сделал домашку, повторил материал. Поэтому повторение первой карты, это неплохо. Такой эффект знает. Ну ладно, если закончится счетом 2-0. Да, это было бы неплохо. Так, что у нас здесь? У нас доспрофи. Ну, сверху пока крепинга. Эмбер и гримстрок. Эмбер уже въезжает в кого-то под счетом. Реально хорошие герои. Ну, если из-за 5, то есть АДП, я уверен, что это будет прогреть в полустратегии. То есть, если сейчас у них какие-то быстрые герои добирать, то, скорее всего, у них что-то придумано, как эту карту заканчивать. То есть, они будут подстраиваться по тому, что мы там отдали Эмбера, грим, и давайте будем контролировать этого героя вот этим героем, следующего героя, следующим героем. Будем играть от того, что у нас есть какой-то план. И мы его придерживаемся. А они пусть еще хотят добирают. Мы прям как-то дедушка с тобой интервью. Будем играть от того, что у нас есть тактика, и мы придерживаемся. Да, сам ты дедушка. Мужчина был в расцвете сил, между прочим. В общем, спортсмен, комсомолец, галстук носил красненький в детстве. Поэтому, если конкретизировать, то уненьки прям, видимо, абстрагируются от всей этой меты, где там берут Рубиков на ФП, гримстроков и Эмберспиритов. Они просто решили все это отдать и планируют задавить своим замесом 5 на 5, где, очевидно, в главных ролях будет выступать Death Profit и еще один корр с блокинг-баром. Возможно, даже луном. Потому что сверху крепкий драфт, но драфт крепкий, когда ребята умеют грамотно передвигаться, редко фидит, хорошо вымикривают Эмберспиритов, не подставляясь, и не прыгая на сларке в толпу без блокинг-бара, умирая из эклипс луны. То есть драфт сверху, он имеет высокий скиллкап, где нужно круто все делать и желательно не ошибаться. А драфт снизу, там такая халява сейчас будет. Там реально сейчас ДП просто нажимает на ультимейт, БКБ, все, и понеслась она игнорирует сразу четырех героев. И нужно будет что-то придумывать. Учитывая, что наши команды заднюю дают редко, они обычно идут драться в большинстве случаев, то пока уже превосходство на стороне уников. Они уже сильнее. И еще сильнее они будут, если они возьмут какого-то кора, который, например, имеет встроенное БКБ, а Леонайкс, но нет. У них опять это своя тема, Луна, и пуш 5 на 5 поехали. Я, на самом деле, увидев Марса и Эмберспирита, подумал, что, наверное, можно сделать просто ДП, а будет в легкую линию, потому что она Марс очень круто контролит в рамках своих сформов и много фармливает с этой линией. Но мы решили, что все-таки, видимо, пойдет в центр. Ну, либо оффлайн. Да, то есть уникам нужно просто хорошенько захолдить ханов на месте, поскольку на Блокинг-барах тут просто ад. Марса стирает Луна на пару с Дос-Профитом, Эмберспирит вообще ничего не делает, особенно если будет два Блокинг-бара. И Эмберспирит хорошо заходит, на удивление. То есть он вкатывается и в Рубен и в Гримстрок, и это сразу минус саб. И параллельно он мешает жить Эмберспириту. Вот, на ВД это такой субпорт, который не показывает карты, и параллельно он просто хилит довольно-таки интересное решение. То есть этот герой вообще редко фигурирует как герой на First Peak. Но... Спасибо. Но конкретно в рамках их концепции, где они каждую игру идут драться 5 на 5, вот он заходит прям шикарно. То есть ВД в их драфтах смотрится реально как First Peak. Ну опять же, у тебя ВД хилит, Луна Ауру дает, все вот эти герои несутся. И сверху опять непонятно как вот остановить, когда вот эти 5 героев просто идут. Ста же проблема, что была в первой карте. Ну да, сверху нужен какой-то убийца Луны, но здесь пока есть определенные проблемы, потому что в прошлой игре была просто Луна, а теперь это Луна и Дес Профит. И почти ни один кор не удерживает натиска от Луны и духов в Дес Профит. То есть любой кор будет падать. При этом поддержки в Блокинг Бар почти нет вообще. Из каких-то бафов нет. Там условно говоря, каких-то аур. Они отсутствуют. Доминаторов, скорее всего, тоже не будет. При этом контроля в Блокинг Бар сверху тоже нет. И получается, что кор, который будет взять Ханами на Луспик, он просто будет умирать от фокуса любыми персонажами уников. Ну и сейчас под Гримстрок у тебя, под его ультимейтер, когда не фейтболт Рубик работает. Тоже не очень много. Короче, сверху вроде бы, знаешь, метовые герои, но они как-то комбинацию свою не завершили. Ну, у них еще ласт пик будет. Давай посмотрим, что их рано хранить. То есть я допускаю, что сейчас какой-нибудь герой для БЗЗ должен появиться, если ДП не в сложное. Русбанец и Розоргер, это герой Нантино. Вот появляется ДК. Опять же, не совсем понятно, потому что они могут и ДП, и ДК сделать. Ну, в зависимости от того, что возьмут Хана, я думаю, там уже можно будет посмотреть по ситуации. Внизу толстые ребята получили. Мне прямо нравится, что... То есть, смотри, если, допустим, ребятки берут какого-то жадного кора, то ДП вкатывается в сложную и раздает на пару с Эрспиритом. Можно вообще ТП отправить в сложный демонт, даже вот так сделать. Можно, можно и так, да. Если, допустим, берется какой-то такой суперкрепкий кор, которого очень трудно напрячь, потому что у него два неплохих суппорта ренджа, которые способны посражаться в 3 на 3, или там в 2 на 3, в общем, как они захотят, то в этом случае просто отправляем Драгон Найта, который терпит, а в конце выдают по кулдауну стан. Го, я создал. Яна Ильич. Поехали. Мы, правда, не понятно, с чем мы спорили, но почему нет. Я только обмениваюсь информацией. Я даю полезную информацию вам, уважаемые коллеги. Дмитрий, нам делает одолжение, если вдруг вы не поняли. Я бы даже так упидал. Пока, правда, иногда частенько динают своих крипов вместо этого, но в целом идея неплохая. Короче, сверху можно вешаться. Ну, реально. Он еще сверху герой без блокинг-бара, в Драге вообще ничего не сделает. Это придется собирать ранний блокинг-бар, чтобы переживать клип, чтобы переживать миллиард дизейблов. И если он собирает ранний блокинг-бар, то он еще не сможет закончить игру, потому что у него нет вообще товар-демеджа у 4 героев. И параллельно на 5-секундном БКБ история продолжится. Чтобы не взяли ханы, я уже ставлю на уников. Чтобы не взяли хан, я уже... И это только истинный шанс для ханов. Потому что последние разы... Именно на таких фразах все менялось. Нет, Дмитрий, последние разы я находил коэффициент дня. Неплохо, неплохо. Дмитрий, помню, да. Фиксируем, фиксируем. Это прям лицом в грязь сейчас. А кто-то говорил, ребята, ВП на изичах сейчас вмотают винстрайк. Там, смотри, коэффициентик хороший, заезжаем. Было-было. И мы проиграли, да. Было-было. Дмитрий, мы же с вами поменялись ролями. Кто-то знал. Но сегодня я тоже не уников, без вариантов. Короче, ТБ ситуацию не спасает. Но только если он как-то заснул. Болит дико, там, не знаю, 20к перефарма, может быть. Но снизу все в разы лучше уников. Глянем напоследок на серьезнейший разрыв в коэффициентах от наших партнеров. Париматч 1-0-5, 8 с половиной. Видали и побольше на самом деле. Но, не знаю, здесь тоже достаточно серьезное отличие между коэффициентами, друзья. Смотрите сами, в общем-то. Не забывайте, что Париматч дарит 100% бонус, кстати говоря, к первому депозиту в рамках третьего сезона. Почитать об этом вы можете, кликнув на баннер, который находится прямо под нами. Вот здесь, на Твиче. Кликайте и читайте. А мы передаем слово комментатору, мы смотрим вторую карту. Да, вот как-то не верится в то, что команда Хан, она в принципе может дожимать своих оппонентов. Вот они играют в доту, они там проводят как-то стадию лейнинга, что-то делают в мидгейме. Но вот я еще ни разу не могу вспомнить, чтобы они именно переходили от вот этой вот легкой подушки к победе уже, непосредственно к вот заходу на хайграунд, как юники сделали, и сносу товаров. Так и есть. Но здесь, мне кажется, они получше надрафтили. Теперь у них довольно такой плотный драфт, и с пушем по-хорошему проблем не будет. Вот. И мне кажется, карта, возможно, довольно быстро закончится. Вот эта вот вторая. Не знаю, прям такое ощущение, что... Я, в общем, согласен с коэффициентом, который только что увидел. Вот, скорее всего, так и есть. Ну, тут опять вот это давление будет. Ну, посмотрим. Может быть, чем-то нас, конечно, Хана удивят. Но вообще, да, я так вот прокручиваю в голове все их предыдущие игры, которые я смотрел, прошлую игру и драфт это, и понимаю, что все-таки, ну... Ну, опять же, с Террор Блейдом можно побеждать. Мы понимаем, что герои влоте сильные, но это при одном большом таком ное, это если ТБ нафармить достаточное количество артефактов. Вот. А чтобы нафармить это количество артефактов, нужно будет играть 4 плюс 1 и создавать спейс для этого героя. В свою очередь, у Юника все гораздо проще. Просто по КД ультимейтов собираемся пятером, выходим на ТВР и просто пушим все. Ну, то есть, герои плотные, ультимейт хорошие, ДП работает по строениям хорошо, Драгонайт работает хорошо, Луна Саура тоже замечательно, тоже довольно неплохо все ломает. И, то есть, здесь гораздо проще все в плане исполнения. Юник, Юник опять, кстати, с короночки начинается своей, выходит в самоках, сейчас могут сделать первую кровь. Ой-ой-ой! На его-то не хотелось бы терять на ФБ. Ну, не дотягиваться. Ничего не напоминает себе. Начало прошлой карты. Да, прям один в один. Ну, только на другой линии это все происходило. Ой, да, ТВ, ТВ, жадный. Вроде как и я слышал мнение, что и метовый, с одной стороны. Ну, может быть, мы и зря так не верим в команду Хан. Ямич. Да ладно, они реально повторят полностью. Ямич. Да, скорее всего, ну, дежавю, что сказать. Да, ямичу забирают. Если кто-то пропустил первую карту, то на первой карте у нас наив на Сларке нашел пятерых врагов, после чего чудом уже сбежал ФБ, как и в этой игре, после чего Ямич его отдал. Это какой-то сценарий, забыли, так сказать, перелистнуть страницу и читают сценарий прошлой игры у нас игроки команды Хан. Да, первая карта так и есть. Вот, кстати, коэффициент на эту карту от нашего партнера париматч 3.05 на Ханов и 1.35 на Юник. То есть, как бы то, что выиграет матч Хан, верится супер слабо, а вот то, что выиграют карту, именно, есть еще какие-то надежды. Ну, опять же, по драфту все нормально, в общем-то, как мне кажется. И смотрим за исполнение. И причем даже, я вот, знаешь, я бы сейчас прогрузился в криокамеру на где-то 5-10 минут для того, чтобы посмотреть, что у нас начнется после стадии лейнинга, потому что, ну, на линиях мы все уже прекрасно понимаем, что Хан, в принципе, их стоит нормально, не хорошо, не плохо, там есть какие-то ошибки единичные. Так, ну, мы пока наблюдаем, что Наив пытается найти себя на линии, пока не может определиться. Это, я говорю, они забыли перелеснуть. Позвоните, пожалуйста, командам и скажите, что у нас идет вторая игра, они играют по сценарию первой карты. Это в первой карте должно было происходить, во второй карте у нас другая задумка была. Снимай, Юники-то все-таки перелеснули сценарии, и мы видим, что спокойно вышли на линии, да, а вот Хан, а что-то как-то отстают. Да не, не, сейчас тут опять, сейчас опять начнется, я уже вижу, вот, посмотри, начинается. В этой карте должен быть размен тронами, игра 70 минут, а вы опять повторяете игру с Луной из прошлой катки. Так, ну я мечте временем привел пачку крипов сюда на линию, пофармить как раз-таки это тб-шечки, сейчас придет их пачечка, и между того рамит об этом что-то выформить. Луна в это время внизу, здесь все ясно, в миде у нас противостояние Эмбера против ДП. В принципе, это не должно быть ровно. Я скажу, что это шутка, потому что вот реально какой-то процент людей в чате может быть не так, это шутка, у нас не играются игры по заранее спланированному сценарию, это шутка, просто реально они очень похожи. Опять идут вот эти вот свапы, и... Нам пора бы уже на трансляции вводить, знаешь, такое всплывающее окошко, сарказм, когда говорит комментатор, значит, что-то нажал, сейчас я буду шутить, да. Ну просто тема такая, как бы скользкая, и... Ну и вон, нафигел уже, я лучше оговорюсь. Ну она реально похожа, опять вот, собственно говоря, посмотрим, как в этой игре Чешир будет инициировать, но просто вполне возможно, что реально вот все эти слабые места, которые были показаны в первой игре команды Хан, все вот те вот, скажем так, все задумки команд, они реально плюс-минус повторились, да, и по игре все тоже повторится, это вполне себе возможно. А вот это поворот, я не ожидал... Это тоже было, это тоже было. Это тоже было, но... Но я не ожидал, что настолько быстро это произойдет, третьи минуты, солофраг, у нас драка так же внесут, Чешир опять очень битый, и... Чешир... Нет, Чешир сейчас погибнет, да ладно! Развернулся иллюжен, Чешир... Фласочка на себя накинул, живет, еще и щитом откидывает нормально, уворачивается от роллинг-болдера. Ну вот, буквально один шаг, отделялся сейчас от фрага, там в это время пабер слишком далеко зашел, еще и плантимос хорошо вернулся от строков фейд, за счет чего выжил. Очень нетерпеливая команда АРО. Вот есть момент, когда очень обидно, очень неприятно, но ты должен понять, что ты не убиваешь, все. Ты никак не можешь убить, лучше развернуться. Вот этого момента очень сильно ханам не хватает. Так, ну а вот Чешир здесь подзадержался, получает очередной бим, да, и в этот раз погибает. Ну, это было на самом деле ожидаемо. Ну, 4-0, 4-0, то есть вот задайвил гримстрок, то есть на этой линии уже все очень плохо, отдал у нас ФБ гримстрок, потом еще вот сейчас задайвил, потом еще отдали. А у нас до конца ДПшка в миде идет, слушай, прям в наглую, за счет сифонов, да? Ну, отлично чувствует героя, есть фласс, не флассочка, а бутылочка, и за счет чего открывается. Там еще эреген, и его кто? Его подконтролят там снизу? Да, его контролят снизу как раз таки юники. В общем, что произошло сейчас? Вот как раз таки Найнтин очень хорошо чувствует ситуацию, и гораздо лучше, чем свой оппонент. И наив сверху тоже сейчас погибнет, последний тик Маледикта, тут его никак не спасти. Короче, что происходит? Происходит то, что как раз таки Эмбер стоит под вышкой и думает, ну нет, меня уже никак не забрать. А Найнтин точно понимает, что и как произойдет. Вот здесь мы прям видим на линии доминацию. Да, это уже не повторение, это уже... Да, тут прям чувствуется разница в скелле, насколько хорошо чувствует своего героя один игрок, насколько переоценивает силу своего другой. То есть, ну, было очевидно, что Найнтин не зря вот так идет по Тауру, он прекрасно понимал, что он будет жить, и ему хватит ресурсов, чтобы забрать этого Эмбера. Эмбер сагрился на провокацию. У нас, кстати, борьба саппортов. Он скоро неплохо тут получал по лицу, но ничего страшного. Там заберет Баунтеруну внизу, Баунтеруну успевает забрать Ямич. Да, тут вообще все просто... Иллюзион забирает что-то, там Иллюзион забирал снизу, да? Я просто не обратил внимания, что вообще по контролю получилось с Баунтеруну. Теперь еще эти приписки, дополнительные с кланами. И по тексту слева вообще сложно ориентироваться только по героям, наверное. Мидия. Три в один. В Мидии нападение у нас сейчас на Эрро. Эрро без шестого не может никак уйти. Шестой есть уже у Death Prophet. И Пайпер сюда прилетел, также, наверное, и смерть. Сейчас его, скорее всего, заберут. Да, духи его догрызут. Ну, уж тут как-то прям совсем все легко. У Юников здесь на второй карте прям безидейная какая-то игра от команды Хан. Солярка пока дольется. Не какой-то другой нефтепродукт, а именно солярка. Так и есть. Возвращается Эрро, он все еще шестой. Экзорцизм все еще работает. Тавр кушится. Все еще четвертый Эрро. Тут просто на скилле переехали. То есть, ну, в Мидии гораздо существеннее ощущается вот это вот. Когда тебя забирают, и ты просто там лишнее время проводишь на базе. Соло-килл. Да, пути на линию обратно. Там очень быстро набираешь лов... Оппонент набирает лов-лай просто за счет ультимейта раннего тебя переигрывают. Очень сильно. Ну что, опять агрессия, опять попытка зафоксить ДП-шку. ДП-шка за счет сифонов убегает, накидывает Синксвелл. Но сейчас накажут же опять Эрро. Эрро все-таки привязывает здесь, конечно. Эрспири, Эрспири, Эрспири-то забирают. Ну, было опасненько. Наверху снова страдает наив. Наив. Да. Недолго мучился наив. Да, да, согласен. Конечно, я понимаю, что все это довольно ранее стадия игры, но все же пока все печально. Ну и обновленный коэффициент на эту карту мы видим уже 7.0 на хан и 1.08 на юниках. Так, друзья, из пари-матч тоже преисполнились игрой юников. Или, может быть, игрой ханов. И все прекрасно поняли. Потому что здесь, конечно, с таким началом... Как-то даже вот именно вот сама такая безидейная какая-то вот такая вот дота и кнопки не жмутся. Ну ладно, в общем-то, всякое бывает. Иногда, погружаясь вот в такой вот какой-то мега-фит, команда постепенно-постепенно выходит на какое-то такое вот психологическое состояние, когда потом еще и выигрывает. Но пока что здесь нельзя. В момент, пока Луна не купит себе там доминатор БКБ, кто-нибудь купит Солар. Сейчас попытка что-то сделать. Ну и не знаю, что там вы можете сделать. Там еще три Сифона. И сюда еще перетянулся Ванскор на подсейф. Невероятно. БЗЗ еще в форме внизу. Покатился сюда, кстати. Иллюжен неплохо. Арена пошла от Марса. Из арены нужно бежать. Успевает дать копье. Правда, тут неплохо залетает урона по БЗЗ. Но это БЗЗ, это Драгонайт, не забываем. Хоть и в единичку пассивку, но все же это Драгонайт, но довольно плотный. Сюда приходит Эрроу. Все-таки дерется до конца. Все-таки съедаю здесь БЗЗ наконец-то. И скорее всего заберу сейчас еще и Иллюжена. Да. Но хоть что-то, даблкил. В итоге для меня команды Кан. Ну, в общем, опять у нас Эрроу, проиграв начало, начинает какой-то камбэк. Пытается что-то сделать. И, в принципе, получается. Хороший момент снизу. Хватит ли этого? Доминатору Луна на подходе. Чуть-чуть не хватает. Рецептика. Что у нас будет дальше? ДП, конечно, просто нереально сильное. 4 тысячи. Это да, так и есть. Линия верхняя пушится. Найв пошел отпушивать. Снизу на тавр так и не вышли. Пока что Юник. Но пока не торопится никуда. В любом случае просто продолжает фармить. Так, Брумхэндл. Для Луны. Выпадает из леса. Так, у нас заход в лес. Сейчас могут... Да, либо ванскоро подцепить, либо же подловить кого-то. Вот, например, Эрроу могут подловить. Он привязку дает неплохой. Мы по двоим. Инксвел попадает только по ванскору. Ванскор стики прожимает. Покатился Иллюзион. Выспевает у тебя отсюда Эмберн. А вот, похоже, Гримстрок уже только в таверну отправится. Да, забирает еще и аванпост. Здесь бегает Чешир. Чешир, по-моему, в таверну сейчас тоже отправится. Он дает, конечно, арену. Дает копье. Сюда приходит на Айф-форме. Забирают Эрспирита. Но погибает также Чеширский код. Что-то Рубик ворует. Брестфайр. Ну, нажимают стики. Всего-навсего Фрагнер Спирити. Потеряли двух суппортов Марса. При этом по баунтирунам... Ну, сейчас Эмбер заберет. У него еще есть Ремнант. Он заранее оставил один. По баунтирунам ситуация 3 в 1, насколько я понимаю. Так и есть. И Икспы не получили. И тем самым разрыв возрос не только по золоту, но и по опыту. Что очень важно. Потому что опыт на таких минутах решает. Тирраблейд прожал форму. Сейчас формы не будет. Экзорцизм откатывает через 20 секунд. Драгон форма. Ну, не так быстро. Но я, честно сказать, не знаю, как сейчас вот обороняться. Полностью все в руках Юник. Я думаю, что они... Да, вот как раз под конец драгон формы ДК еще немножечко настрелал по Тавру. Сейчас еще и катапульты сюда приедут. И нижнюю вышку они заберут. Возможно, даже пойдут забирать Тир-2 вместе с ДП. Это может получиться. Да, приходит сюда также и Луна уже на помощь. Доминатор мы видим имеется. Крип тоже. Призывает скелетик в тролль у нас. Да, и Тавру падет в любом случае. Скелетики очень здорово. Это очень хорошо, потому что потанкует вышку. Хотя какой-то Крипсаурой тоже был бы неплох. Прилетел сапог. Но что, пойдут на Т-2? Пока не хотят. Ну, родовато, наверное. Ну, если вдруг сейчас кто-то подставится, то вот с фрагом действительно можно пойти. Хотя вот покатился и нужен, кстати, хорошо вкатываются, выталкивают Пабера. Пабер накастовал на себя уже заранее, но его это не спасает. Да, он погибает. Ну, и вот теперь можно попробовать подпушить. Минус Курьер. Минус Гримстроук. Минус Т-2. Сейчас будет. Подсейвить Кату нужно. Сверху сломали Тир-1 Рейдент, поэтому есть Фортификэйшн обновленный. И Катапульта остается жива. То есть даже без экзорцизма Дос-Профит здесь, не сказать, что малыми силами, но не в полном составе спушивают Тир-2. Ну да, и плюс наверху там пытается, конечно, сплитпушить Марс. Но мы понимаем, что это всего лишь Марс. Здесь все-таки Драгонайт, Луна. Они гораздо быстрее ломают. Туда еще наверх прилетает Иллюжен. Туда же перетягивается БЗЗ. Пошел Магнетайз. Сейчас еще и Чеширы накажут там, да. В таверну сейчас отправят, да. В форме прилетает Драгонайт. Рубик своровал, по-моему, стан у него, но это не поможет уже никак. Это неплохо, когда Макшина Аркен Супримаси и Макшина Стан, но вначале это не так хорошо. В итоге у нас мы видим 5000 преимущества уже за юниками. Да при том, что они все еще без ульта ДП выходили. То есть у них еще не пик силы, даже близко. Террор Блэйт 4.300. Пока очень простая игра. Как по мне, для юник, как и говорилось в самом начале карты, то есть прям вот все как по маслу идет, не знаю. Единственная надежда это ТБ, но ТБ очень бедный и непонятно, где взять столько спейса для него сейчас в этой игре, потому что, ну, ничего не могут сделать для своего кэри сейчас ребят из команды Khan. Все может кончиться даже до Блэкинг Барра на луне. Потому что юники пушат очень хорошо. Так, ну что, смог, смог атака, могут сейчас найти ребята из команды Khan. Пабер идет вперед, видит его, да. Касочки полетели Маледик, вкатывается Иллюжн, Пабера забрали. Ну, просто забрали, потому что не все ультимейты есть. Так, там меймер ворвался, привязку дал по двоим. Но что-то как-то он понял, что перенаглил здесь, да, немножко его сейчас могут наказать. Потратили очень много, и хорошие ставят в Марс арену, закрывают двух суппортов, пытаются... Ну, там два ультимейта, сейчас залетит Экзорцизм. Да, сцепляют Террор Блейды, Террор Блейды сейчас нужно... Сейчас может получить стан и не успеть сваднуться. Ну, отлично отконтролили юники, очень все круто сделали. Даже несмотря на эту арену, в итоге мы видим, что сила их пика очень хороша. Да, забрали Вич Доктора, да, не было ультимейта Юр Спирита, но был ультимейт у Луны ДП. Это раз-два. И Эр Спирит смог укатиться. Вот это тоже такой момент, что арена Марса, она, конечно, в этом плане не всесильна. То есть есть очень много персонажей, которые из нее просто вот так вот выкатываются. И ты просто ссоишь и думаешь, боже, что происходит вообще. Немножко ошибается Илюжен, там пытался сделать фраг на Пабер, его за этого наказали. Ну и защищен... Пабер умер. Ну, Пабер умер, но могли бы, на самом деле, немножко поаккуратнее, побольше Тауэр побить. Окей. В итоге так вот, разменялись. Ну и отступают пока что Юники. Но 7 тысяч уже до 15 минуты, это такое серьезное преимущество. Сейчас еще и баунтируны можно подконтролить по карте. Спокойно для Юник. Обновить форму Драгон Найта, Ульт Дес Профит. Буквально через минуту можно приходить и драться. У Луны тоже где-то там. Ну, минуты, наверное, может быть, чуть больше осталось до ее ультимейта. Защищаться, как мы видим, нечем. То есть даже вот буквально ТБ настолько хлипкий, что ему там стан Луны залетает, и ему уже очень больно. И если это где-то делается там под конец, одновременно со Сталом Луны залетают кучи нюков, он просто не успевает нажать Сандер. А если это стан ДК, то можно вообще... Так, Эрол реагирует. Сейчас, если бы здесь умер, было бы очень печально. Ну что, линза на Рубике, наив. Ой, ну тут вроде бы 5К, но насколько же это мало. Тут нужны такие артефакты, чтобы все это затащить. И там уже форма ДК, Ульт Луны, 20 секунд. Ну вот плюс-минус одинаковые у них. Просто выйти еще из Ультима Этамир Спирита со всем-всем-всем одновременно. Сейчас смоук-атак у нас, судя по всему, от ханов. Они обходят своих оппонентов. Ну если сейчас ничего не получится, то, мне кажется, может быть просто на минус морали и гг. Какой плохой скан сейчас сверху залетает, который только... Ну, Палантимоса заберут. Да. Хотя... Нет, слушай, Палантимос еще успевает выдать Ультима здесь на развороте. Погибает только сейчас. Подцепили еще и БЗЗ. Команда подтягивается уже рядышком. БЗЗ не отдадут просто так. Иллюжен покатился вперед. Вперед БЗЗ мог бы выдать по кому-то стан, но привязка ТРО по двоим отличная. В итоге сбивает ТП Ямич. Ой, Фаберу точнее, простите. Фаберу забирают. Еще Ямича заберу, да. Ямич тоже сбивает телепортацию здесь. Ну и минус два саппорта Батвит. Чешир не доиграл, конечно. Очень неприятно. Луна смогла раскастовать свой ультимейт. Там влить доп. урон. Чешир то ли с копьем поспешил, то ли с ареной промедлил. В общем, он не смог прибить Луну. Просто зафиксировать ее, чтобы она ничего не нажимала. Получала доп. урон от арены. В итоге двух суппортов на Луну. Вроде бы не так плохо, потому что Луна погибла. Но как бы два в один. Как это может быть хорошо? Непонятно. 9000 ДП, 8200 Луна. Все идет к блэкинг-бару на Луне, который поставит жирную точку в этой игре. Да, дела все еще по-прежнему наилучшим образом обстоят у команды Юник. Там еще и плантимос себе подстакивают лес. Все замечательно. Но из плюсов, наверное, для Канов стоит отметить, что хоть как-то ТБ фармят. Поэтому все-таки не с головой в пуш пока что отправляется Юники. Поэтому ТБ может себе позволить бегать по лесам. Что-то выфармливает. Там в лесу кого? Эмбер могли подловить? Нет, Эмбер уходит вроде как. На перехват бежит уже иллюжен, но немножко не угадывает с направлением. Как бы было круто, если бы Палантимос взял себе никнейм Палантимоск. Это, возможно, был бы один из лучших никнеймов за всю историю киберспорта вообще. Ну, все это дал сейчас повод к какому-нибудь будущему профессиональному игроку. Это, знаешь, как это ДБК, Палантимоск. Палантимоск, Палантимоск. Очередной тоже. ДБК, Палантимоск. Палантимоск. И все. Ждем решающих действий. Ну, я думаю, что Юники могут потянуть здесь либо ДБКБ, либо сделать какую-то еще смог вылазку. Ой, Юэру. Могли подловить здесь. Успевает уйти на Ремнант сюда, идет забрать руну ускорения. Дез Профит положил себе просто в бутылочку. Ну и что? БКБшка практически готова. Он даже без БКБ на ДП уже идут в атаку в смоках. Странно, надо было дофармить, конечно. Там прям совсем немного осталось, да. Но что-то как-то решили поторопиться, видимо. Так, у нас там Чешир стопит крипов. Интересным образом. Ну, так, типа, поудобнее. С фейзами прожатыми. Так, выходит все-таки на Чешире, его там спалили. Нет, слушай, Чешир должен прочитать момент, что да, здесь вроде как атака идет, наверное, стоит отступить. Все, окей, улетает. Да, ушел. Ну, форма есть у Драгонайта, половина Таура наверху нет, и, скорее всего, Тауру заберут Юники здесь себе. Ну, а в свою очередь, Каны пытаются играть как-то в сплитпуш. Не вязываются в драки, их можно понять. В это время, да, вот мы видим на и фарминг. Фарминг на чужой половине. Наше самое безопасное место на карте сейчас для него. Да, тут, в общем, размен товарами идет. Ну, дофармливают БКБшки, именно поэтому не хотят пока агрессировать у нас Юник. Им нужно немножечко, немножечко дождаться БКБ на ДП, который уже, наверное, летит или уже собрался. И БКБ на Луне, которая чуть попозже будет. Ну, практически готово там немножко осталось, да. Так что, Рошана можно забрать по-быстрому, пока все рядом, да. Почему бы и нет? Даже если там Т2, как-то сейчас будут пушить, все равно нормально забрать себе Аегис. Ну, Рошан на самом деле падает с такой скоростью, что даже на защиту Т2 успевает Юники. Вполне. Сюда, вроде как, на разведку идет Эрроу сейчас. Но не рискует, да, я так понимаю. Его там уже встречают. Да, и Рошана должны забрать. Немножко обидно, Аркан Руна после появилась, но ничего страшного. Да, в итоге Рошана забирают. 5 минут теперь есть на реализацию Аегиса. Сейчас подождать минутку буквально ульта ДП. Вот БКБ на Луне. Чуть-чуть. Вот нужно Ханам, с одной стороны, прямо сейчас атаковать. Потому что их пойдут давить. С другой стороны, а как атаковать, когда там 2 БКБ? Выиграть время в ближайшие... В ближайшие несколько минут не получится. Потому что, с одной стороны, там нет ультимейта, ты должен вроде как нападать. Но с другой стороны, там появилось 2 БКБ Солара и Егис, ты не можешь напасть. Когда появится ультимейта, враг сам нападет. И там уже ничего не придумать будет. Здесь просто Иллюзион у нас гоняется за Эру. Луна там ломает беспрепятственно тем временем Т2. Сейчас Т2 можно и на миде сломать такими темпами. ТБ пытается ответить с Марсом, но их темп вообще не такой высокий. Здесь катапульта, здесь... Тут как бы Т3. Т3 гораздо нечего будет. Опять же, это луна, не забываем. Т3 упадет, там сразу все строения следом посыпятся. А вот, правда, в это время на Т3 так же вроде как Марс зашел. И заставил стянуться на базу. Возможно, наступление сейчас удастся позабирать как-то игроков команды уник. Хотя, вроде вот попытка нападения на Death Profit. Ну, по БЗЗ прыгает вперед. Есть Телекинес, кстати, не самый плохой. Привязка от Гримстрока, но кассочки от Гримстрока забирают. Вот насколько же все-таки силен такой камбэк потенциал у Ханов. Вот если бы они дали связку Гримстрока и туда бы накинул Рубик Фейтбол, туда бы они позаливали с пылов, там какая-то арена Марса, то могли просто разнести. Но проблема в том, что если все бы полетело вот так, вот разом, то там просто было бы два БКБ и все. А так просто ничего не нажали. Да. 11 тысяч. И, в общем-то, ультимейт Death Profit скоро. Через 3-2-1. По моим ощущениям. Через 9. Эрроу. Эрроу поймали на стан. Пошел ультимейт и плюс Сарен сверху. И эрроу забрали. Ну, хорошая позиция для того, чтобы... Ой, Чешир, ну что ж ты делаешь? Ну, зачем? Он ставит точку, он... Да, да, очень похоже на то, что это ГГ сейчас будет, не знаю. Экзорцизм даже не был прожжат. Да, в итоге в молоко просто арена, еще один бесполезный совершенно. Ну, как, полезно. Сейчас ставить арену в пятерых и не убивать никого, если можно поставить арену в ноль и не убивать никого, говорит Чешир. Так хотя бы все логично получается, а то как будто бы и шансов у вас не было. Да, в итоге спокойно забирают Юники Т2 по Миду, все еще есть Аеги, свеженькая БКБ. Наполнить имос, который он до сих пор не прожимал, скоро появится еще и Манта Стайл. Совсем немного осталось, да, до этого артефакта. Пытается сплит пушить хоть как-то ТБ, там мы видим по линии, но ему уже приходится, наверное, улетать. А у него КД пока что ТП. Я не знаю, зачем за ним идут. То есть даже если его сейчас могут найти. Да, его кстати найдут. Да, его нашли. Собственно, даже если его найдут. Так, 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 будет ли ТП? Сетка нет, тут все, никаких ТП уже нет. В принципе, могли с тем же успехом просто пойти по Миду и сломать. Но решили вот так вот прижучить ТБ. То есть совсем загнать соперника на базу. Просто все, ну, ультимейт ДП есть, это, наверное, самое главное. Ультимейт ДК все еще был. А Луни тем временем отменяют Манту на некоторое время. Неприятно. Ну да. Ну, возможно, решили не рисковать. Рисковать узнаешь, так, Юник не ломится раньше времени вот так вот на хайграунд. Сделать фраг. Типа там без ультов не ломится. Ну, вроде бы, с одной стороны, да. Плюс Саегис есть и еще действовать достаточно долго будет. Вроде как контроль карты у Юников. Так что, почему нет? 13 тысяч преимущество солидное. Если контроль карты за ними будет, если они там законтролят все, ну, Чешир сбежал. То, в принципе, да. То, в принципе, они правы. Но, опять же, часть ультимейтов была. И сейчас мы видим, как потихонечку-потихонечку откатывают ультимейт ДК Луны и Эр Спирита. Но придется этого еще подождать. Минутку где-то. И там уже и Аегис, глядишь, будет выпадать. В общем, такая игра немножечко подзатягивается. С другой стороны, до камбэка здесь очень далеко. Вообще, на самом деле, она может закончиться после одной драки. Потому что там есть ДД у Палантимоса, который он забрал, по-моему, в боттл или активировал. У Палантимоса. Да, активировал ее. И вот он уже внизу. Смог разбивается от Юников. И вот если сейчас хорошая драка, то, скорее всего, ГГ. Есть и ультимейты, да. Не хватает только формы Драгонайта, которая, скорее всего, сейчас уже откатит свежие БКБ. Отсутствие драки, скорее всего, тоже ГГ. Ну да, ДДшечка. Мы видим, как быстро начинает падать Т3. Вкатывается хорошо Иллюзион. Отличные варды. Не поставил Сентряк на упреждение, чтобы видеть, что соперник заходит. Контроль от Шишира, да. Не дают ему вообще ничего раскастовать. Шишир сейчас сгорит, скорее всего. Да, Шишир погибает. Есть байбэк. Нужно его делать, он его делает. А в это время Палантимос просто ломает Т3. Он даже не пытался обрываться в драку. Заканчивается Аегис, Т3 падает и начинает падать строение. Далее. Вот он прыгает БЗЗ вперед. Дает стан, но успевает среагировать Эрроу. Уходит в фонтан. Летит сюда Террор Блейд. С БКБ. Ну, Палантимос тоже с БКБ. У него ультимейт все еще есть. Нормально, кстати. Иллюзия разбила лицо Луни. Но повторяется. Опять сценарий прошлой карты. Опять Луна, которую бьют. Просто стоит и... Подожди, подожди. Не отступает на развороте. Врывается на Эрроу. Эрроу. В опасность. Он сейчас может погибнуть. Да, Сален залетает. Эрроу погибает. У него есть байбэк. Но он его не тратит, конечно же. Но это хороший фраг в любом случае. Что-то новенькое. Такого действительно не было. Ну что тут? Два раза убивают Ханов одной и той же стратегии. По одному и тому же шаблону. Сначала более-менее стоят линии. После чего более-менее дерутся. И потом просто сносят за счет того, что их герои сильнее. В то время как у Ханов... Что мы видим? Мы видим в первой игре Сларка, который не дофармил. А во второй игре... Ну, кстати, со Сларком, мне кажется, гораздо больше было шансов выиграть. Четыре баунтируны, кстати, забрали. Да. Хоть что-то. Так, там выход уже на Марса. Марс. Чешир погиб. Чешир погиб. Я не думаю, что нужно как-то Рубику показываться. Но лучше просто отступить. Так и есть. Интересно. Интересно. Получается у нас, конечно, серия такая. Прямо под копирочку. Фактически. Луны убили два раза. Ванскор. Его видят. Глимер. Глимер. Просветочка. Подходит. Найв. И что? Там команда так-то недалеко от Ванскора. Сейчас может быть и Найв это заберу. Да. Найв тут прожимает БКБ. БКБ до конца за Ванскором. Нокия и БКБ можно переждать. Минус БКБ и УТБ. На саппорта. Ну да. БКБ нажал, чтобы его там не подьюлили. Чтобы этот вещдоктор вообще не ушел. Бесплатно. Но размен все равно, конечно, такой. БКБ на пятерку. Тем временем выход. От Р-спирита. Нет, не успевает он за Рубиком. Там будет его в лесах искать. Но там уже никого нет. Луна берет плюс дэмэдж с бимов. И Крэгги Коуд выбивает. Для АДП. Великолепный артефакт. Хотя там и сенсоринг, по-моему. Поэтому, может быть... Блин, даже не знаю, что лучше. Сенсоринг или... Да нет, наверное, сенсоринг лучше. Он универсальнее. Тем более броня уже есть. И физики там пока не так много. Примерно, конечно, выживать. Лишний раз. Так у нас у Трубика нашли. Тем временем забирают очень легко. Попутно наивы бы еще бы подцепить. Как-то катится. Катится и нужен. И попадает. Попадает. Там БКБ откатит через пару секунд. Три. Этого не хватит. Два. Нет, не успевает, похоже. Не успевает ничего сделать здесь. Три-два. БКБ откатило. Но уже в тавернике, к сожалению. Ну, я просто думал, что, возможно, до 100 он успеет как-то прожать. Знаешь, еще пробежать. Там с Андером как-то скинуть. Ну, хоть что-то. Короче, Earth Spirit возьмет себе Крэгги Кот. Он будет супер жирный и неубиваемый. И при этом ДП будет еще с эссенсорингом. Это вот идеально. Это все, что я хотел сказать в этой игре. Все дальше. Это больше я вообще ничего не хочу говорить в этой игре. Потому что она уже предрешена. Здесь исход решен очень давно. Я бы сказал, что со стади пиков, если честно. Ну, нет, ну почему? Ну, все-таки со стади пиков там еще точно ты не знаешь. Может быть, все-таки команда сыграет как-то более удачно. Но вот уже после, наверное, момента, когда 5000 разом появилось у Юников. Ну что, падает Т3. Спокойно Плантимос сломает. Даже без Аегиса, хотя Рошан появится совсем скоро. Да, начинает падать Бараки. Бараки довольно быстро упадут. Вся команда за спиной, переживать нечего. Ультимейты есть. Так, ну и Бараки разваливаются. О-о-о-о, Эроу. Управляется Саленс, Роу опять стирают. Он делает байбэк. Наива просто стерли в секунду. Ничего не успел нажать. В БКБ даже не прожал Сандер, потому что настолько быстро его испепелили. Ну и, как и говорилось, одна буквально драка, и игра заканчивается. Да, вот это у нас серия, конечно, сегодня. Вот вроде бы команды идут на последнем и предпоследнем месте, но оцените, какая разница между ними, насколько вот тяжело Ханам. Не знаю, как они дальше будут по турниру смотреться, но эта команда... У них огромные проблемы со стратегиями, которые они играют. И я бы сказал, в принципе, с макроигрой. То есть мы видим, что даже несмотря на более-менее нормальные линии, дальше их просто не видно. С ними делают все, что хотят. Любые их действия они не приносят в игре никакого импакта. Ну и, как следствие, поздравляем Юник с тремя очками. Так и есть. Мне особо даже добавить нечего. Здесь просто абсолютно очевидная победа Юников. Прям без шансов для Канов. Не знаю даже. Нечего добавить. Единственное, что стоит отметить, еще также очень плохая игра. Вторую игру подряд от Ширского Кота. То есть реально вызывает вопросы. Его не хватало. Ну что ж, я думаю, можно передавать слово нашей замечательной студии-аналитике, где они дадут более подробный анализ того, что происходило на ваших экранах. Помню, когда еще третий сезон только начинался, я посмотрел на состав участников, увидел там Ханов, разглядел их состав, думаю, интересные игроки, может быть, даже что-то хорошее покажут. А в итоге 1-6. Это был максимально бесславный сезон для них. И «Лебединая песня» их закончилась картой, которую мы с вами только что посмотрели. Митя, у них с самого старта игры шансов не было, получается. Это были, как обычно. Ты же знаешь, как это у нас в Зоте бывает. Где-то там линию хорошо отстоял, сделал соло-фраг, и вот тебя повело, понесло, и все получилось. А здесь, опять же, поймали вначале наива, он потратил немного ресурсов, убежал, убили Гринстрока, он там был. Короче, убили Гринстрока, потом в соло-фраг сделали в центре, и у тебя вот понакатанное все пошло, получилось уеников. И когда у них все получилось, и драфт располагает к тому, чтобы... Если все получится и заканчивается, они пошли и закончили. Мне кажется, все ок. Все как положено. У них была с этим драфтом возможность сыграть лучше, Дим? Как им надо было поступить вообще? Или все на драфте было проиграно, бог с ним уже играть? Ну, надо было выиграть все линии, надо было хорошенько по-сноуболить, заставить противников собрать кучу блокинг-баров, разводить их на эти блокинг-бары, чтобы Берспирит мог хорошенько дамажить, потому что когда блокинг-бары включены, урона наносил мало, и при этом нужно было еще развлекать каким-то образом уников, чтобы Бен оформил себе хотя бы три слота, может быть даже четыре, потому что двух слотов было здесь маловато. Вообще, наверное, шесть слотов, вот, когда уж на верочку. Было бы неплохо, да, действительно. Короче, здесь слишком много нужно ханам, и, возможно, если бы здесь были какие-то секреты, играли бы они против уников, возможно, бы у Секрет там, или у Нигмы, или у OG, или у кого-то еще. В общем, у любой силикоманы, которая была бы в хорошей форме, возможно, бы у них это получилось, но здесь ханы, которые, естественно, по исполнению проседают по многим моментам. Секрет против уников, это, кстати, не самый удачный пример, как показывает практика. Я беру плей-офф игры, понимаете, Дмитрий, мне вообще по барабану, что там происходит в групповой стадии, у нас вот EVP бегают в миде и руинят игры сами себе, поэтому конкретно мои примеры, они все касаются плей-оффа, следовательно. Здесь все очень просто. На драфте мы сказали, что здесь просто без шансов, причем я это сказал, даже когда я не увидел этого героя ханов, и по игре было видно, что ханы ничего не могут. Глова нажимает БКБ, ДПН нажимает БКБ, и хан такие, ДП, давай, иди убей их. Ну, он так сделает, что-нибудь. А ты бы такой, говорит, парня, что я сделаю? Типа, мне нужно на этом на разгон, потом мне нужен блокинг-бар, а здесь уже 20-е минуты, ребята заходят на рампу. И соответственно, собрать блокинг-бар первым. А этому ТБ, это провал. Поэтому здесь было очевидно, что ДП не вывезет. Напомню, что там как бы иллюзии есть, чем убивать, и сплэша достаточно, и нюков очень много. Здесь всего слишком много уников, поэтому ТБ он бедняга. То есть он просто оказался не в нужном месте, не в нужное время, и его винрейт понесли. Митяй, каков вердикт твой по команде Хан? Вот мы весь сезон за ними наблюдали, в большей степени в первой половине сезона, потому что у них там было чуть ли не пять, что ли, серий подряд сыграно, там один день за другим. Вот сейчас они закончили поражением, один, шесть. У состава есть будущее хоть какое-то? Надо расформироваться, надо каких игроков менять, что скажешь по этому поводу? Ты думаешь, можно оставить как есть, говорится, играть там как пойдет. Просто смотри, они в рамках 19 февраля потеряли перфишмена, в рамках условного 1 марта потеряли Малека, потеряли условное дурачье 10 марта. Ну ты понял, то есть, тяжело сказать, что из этого больше всего повлияло в плюс или в минус для команды, поэтому было бы неплохо, если бы вот это Пятергорков в текущем формате осталось и поиграло хотя бы 2 недели, 2-3 вместе, еще, там уже все оценить. А что изменится-то? Ну они вот играли месяц. Весь этот месяц менялся. Смотри, смотри, какое сегодня число у нас? Сегодня 1 июня, правильно? Последнее изменение в составе было 24 мая. Прошла неделя с вас изменений. Прошла неделя и месяц слива тренера, например, из команды. Знаешь, да, даже я, человек, который не любит команды, которые там бодаются полгода или год, играют все время вместе, а прогресса нет, даже я могу сказать, что слишком быстро. То есть, ну, хотя бы 2 недели поиграть. Если, да, хотя бы еще пару. Было бы неплохо. Хотя бы 2 недели поиграть вместе, да, то это уж слишком быстрое изменение. Вот. То есть, ты месяц назад потерял тренера, неделю назад у тебя вернулся игрок. среднее формирование там, среднее формирование навыка, привычки и там всего остального это от 20 до 40 дней. Лучше уж, если хочешь убедиться, то вот хотя бы 20 дней поиграй вместе. То есть, 2 недели мы даем еще ханам, и если ничего не получается, то? Ну, даем им даже пару недель, и после этого, думаю, ничего не изменится, потому что их, наше мнение их не особо интересует. Вот еще я думаю. Поэтому они сами порешают, надо данное или нет. Просто в текущем составе то, что они показывают сейчас в рамках борьбы против веников, не выглядит как что-то конкурентоспособное, что позволит им стать топ-1. Но это не значит, что у них ничего не получится, если они не будут пытаться. Это же вопрос в том, то есть, знаешь, ты можешь прийти, допустим, устроиться на работу, да, 8 часов. 8 часов на работе, и часов там, час туда, час обратно, 8 часов дома сидеть там, саморазвиваться, книжки читать и так далее. И ты через условных там 5 лет, будешь крутым специалистом. Скорее всего, уже ты будешь знать все аспекты своего конкретного вопроса. То есть, вот эти доти, работа сеть играть в доту, развиваясь, а не просто катая паблики, как там Рамзес Профишман говорил, 20 пабликов в день, да, вот это вот все. То есть, если ты делаешь это без цели, ты никогда не будешь хорошим игроком, в этом и суть. Матрица результатов группового этапа, друзья, на ваших экранах команда Хан стала второй, получается, которая завершила свое выступление на этом этапе, но у нас есть два противоположных результата, Virtus.pro завершили групповой этап. На первом месте Аханы уже получается гарантированно на последнем, да, если я ничего не путаю. Вот давайте, да, да, именно так. Все это получается, ребята не идут в релегейшн, ребята не остаются в рамках париматч-лиги, ну, предполагая, конечно, что будет четвертый сезон и что мы будем его с вами смотреть. Как бы то ни было, с ними мы прощаемся, по крайней мере, в таком составе. А как уж дальше все сложится, вот аналитики дали свой прогноз, как, возможно, ребятам стоит себя повести, но они там и сами все прекрасно понимают, скорее всего. Ну, либо вообще особо надежники их не питают и просто сейчас будут продолжать играть туричи, карантин-то продолжается, все эти онлайн-турниры тоже еще сколько-то времени продлятся, и Аханы принимают в этих турнирах участие, поэтому там мы с вами будем их еще наблюдать. Это был короткий достаточно день, но сейчас у нас на этой неделе дни будут идти по нарастающей, потому что завтра, если я ничего не путаю, мы с вами будем смотреть уже целых две Best of 3 серии и будем рады видеть каждого из вас на нашей трансляции. А сегодня для вас работали Dima Light of Heaven, Meet and Maid, меня зовут Дима Not in My House, а напоследок вам напоминаю, что париматч в рамках третьего сезона дарит вам не только стопроцентный бонус к первому депозиту, но также еще и проводит конкурс, в рамках которого вы можете выиграть уровни к батлпассу. Все подробности под баннерами в описании нашей трансляции. Находите их, кликайте и читайте. Ну и возвращайтесь завтра к нам на поток. Будем смотреть Доту.